Четвертая кабельная улица. На стройплощадке станции авиамоторная второго кольца метро волнуются строители. Готовится шампанское, но пить его никто не будет. По традиции перед запуском тоннеля проходческой машины, как аборт корабля перед дальним плаванием, разбили бутылку игристого вина. Осталось только нажать на красную кнопку и щит начнет работу. Тоннель проходческая машина по имени Ольга проложит под землей более километра тоннеля от станции авиамоторная до станции Нижегородская. Строители рассчитывают, что щит выйдет на поверхность примерно через 4 месяца. Проходка ведется под промышленными территориями районов Лефортово и Нижегородский. Машина пройдет под железнодорожными путями Горьковского направления на глубине 26 метров. Станцию авиамоторная Калининско-Солнцевской линии с ее сестрой-близнецом на втором кольце соединит новый вестибюль. Сейчас строители разрабатывают котлован станции авиамоторной третьего пересадочного контура. Через неделю в сторону Нижегородской по второму тоннелю стартует еще один щит. Метростроевцы уверены, что в работе машин проблем не возникнет. Крунты здесь стандартные, каких-то особых сложностей по проходке не должно быть. Кресельская скорость при данном типе откатки, которая здесь будет, примерно 10-12 метров в сутки. На станциях авиамоторная и Нижегородская появятся транспортно-пересадочные узлы, авиамоторная и Рязанская. ТП «Рязанская» будет включать в себя 4 вида транспорта. Это будет самый мощный транспортный хаб в Москве. Он будет включать в себя сдвоенную станцию метро, в том числе третьего пересадочного контура. Это будет Кожуховская ветка метро. Это будет действующая станция МЦК. И новая перенесенная платформа Карачарова российских железных дорог. Плюс наземный городской пассажирский транспорт, который подвезет пассажиров и жителей Москвы с близлежащих районов. На транспортно-пересадочном узле авиамоторная пассажиры смогут сменить три вида транспорта. Сейчас на строительстве метро в Москве работают 24 тоннеля проходческих щита. В арсенале метростроителей есть и уникальные ТПМК диаметром 10 метров. Одна такая машина прокладывает большой тоннель, в котором смогут двигаться сразу два поезда в разных направлениях. Третий пересадочный контур станет второй кольцевой линией столичной подземки. Полностью запустить по нему движение планируется к 2021 году. Екатерина Борисова, Петр Дзитковский, СтройМос.ру